Привет, мы с вами находимся в районе Нового Арбата, недалеко от центра города, да, можно сказать, что и в центре города практически, да, мы находимся, вот, в центре города. И здесь от проточного переулка, где мы не так давно с вами побывали, и до дублёра улицы Новый Арбат, ну, по сути дела, практически до улицы Новый Арбат, там дублёр ещё есть, да, небольшой, ну, он все равно примыкает к Новому Арбату, проходит прямой переулок, рядом также находится Садовое кольцо, станция метро Смоленское и Москва-рекатомки, пониже протекает. Идёт к двусторонним движениям автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении, длина его оставляет около 200 метров. До 1922 года назывался он прогонный переулок, потому что в 19 веке по этому переулку прогоняли скот с торговой Смоленской земной площади на водопой, на Москва-рекатомки. Ну и в 1922 году его назвали по своей прямой конфигурации, в особенности по сравнению со многими соседними переулками, довольно кривыми такими, да, непрямыми. Ну, так это название, в общем-то, и сохранилось. Ну, действительно, в принципе, он прямой, да, можно так сказать, поэтому название, оно вполне себе такое актуально. Ну и переулок был переименован в «Избежание дублирования» существовавшими пятью прогонными улицами в районе Богородское, но ныне, как мы знаем, осталось только две прогонных улицы, и мы на них уже были, и там еще есть прогонный проезд тоже, в этом Богородском районе на востоке Москвы, около метро Преображенская площадь, неподалеку. Вот, ну и вот, чтобы их не было, решили назвать, соответственно, прямой переулок. Ну и здесь всего два жилых дома, и оба советских, один десятиэтажный по номер 2, в 1981 году постройки, а другой пятиэтажный по номер 5, в 1949 году постройки, ну, причем с декоративным балконами и карнизом. Ну, этот дом представляет некоторый интерес, в отличие от десятиэтажного дома, достаточно стандартного советского дома. Ну и кроме того, также здесь есть два офисных здания, одно по номер 3, трехэтажный дом старой постройки, раньше, очевидно, был жилым домом, и по номер 12, двухэтажное здание, прямоугольное с несколько вытянутыми окнами, абляционными капелем. Вот, здесь долгое время находился британский визовый центр при посольстве Великобритании, который неподалеку находится, вот, на Смоленской набережной. В 1960 году он переехал в новое помещение, в большом советском переулке, вот этот британский визовый центр. Вот. Ну и здесь просто неудобно было получать, много желающих, там, наверное, по свободнику, просто. Ну и теперь всякие офисы находятся, компании, представительства и так далее. Вот. Ну, такой маленький переулочек, в принципе, да, все в 200 метров. Ну, можно что-то, конечно, посмотреть. Ну, если здесь всегда хорошо погулять, такие переулки, они, в общем, довольно благоприятные для прогулок, не очень шумные, в принципе, и есть что посмотреть, в общем-то, небольшие. Так что будьте в окрестках, там, Смоленская набережная, там, улица Ново-Арбат, туда тоже можно заглянуть. Да, и хоть лучше от метро Смоленска пешком пройти через Смоленскую площадь и проточный переулок. Вообще, справа по переулку не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.